О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Резня средь бела дня. Как в центре столицы в правительственном квартале удалось совершить тяжкое преступление? По закону, почему террористы, от рук которых пострадали 34 человека, могут выйти на свободу досрочно? Разрешите пересадку. Пациенты с почечной недостаточностью протестуют, чего требуют. Кровавое убийство в правительственном квартале столицы. Утром около 10 часов во дворе своего дома был зарезан 38-летний бизнесмен Сергей Захарчук. Подробности этого дерзкого нападения в сюжете Ирины Баглай. Я пришла без 4 минут 10. Ничего здесь не было. И через 15 минут уже здесь лежит человек. Тихий двор в самом центре столицы. Буквально сотни метров от усиленно охраняемой администрации президента. Во дворе тоже охрана. На будке наклейка. Ведется видеонаблюдение. Казалось бы, жители этого дома могут быть спокойны за свою безопасность. Но именно этим утром, как рассказала Елена, охраны не было. А камеры наблюдения бутафорские. Полиция сказала, что нет, не работает. Камеры никакие. И не было охранника. Это очень странно, потому что вон стоит моя машина. Я каждый день сюда заезжаю. И охрана открывает эти ворота. Никто в этот день... Ну, ворота были открыты. Безопасность в правительственном квартале иллюзорна. Об этом свидетельствует залитый кровью снег посреди двора. Елена, соседка убитого, зашла в свой салон буквально за четверть часа до нападения. О раненом человеке на улице ей сообщила клиентка. Сказала, что он истекает кровью человек. Рядом было пару мужчин. Они уже вызвали скорую. Перевязали ему ногу ремнем. Сергей Захарчук, 38-летний бизнесмен, директор ЭКЮ Пластик. Жил в этом доме с женой. Сегодня у супруги, как рассказали соседи, день рождения. Напали на Захарчука утром, когда он подходил к своему внедорожнику. Один из злоумышленников ударил его ножом, вероятно, в ногу. Ранение оказалось смертельным. Нападавший повредил артерию. Несмотря на то, что соседи сразу вызвали скорую и оказали первую помощь, мужчина скончался от потери крови по дороге в больницу. Нападавшие успели скрыться. При этом хорошо ориентировались во дворе. А он, видите, выбежал отсюда и побежал. Тут, по-звоему, подъезд только в этом доме. Вот третий, вот средний. Не сюда пошел. Он же тут его... Не сюда пошел, мог кто-то увидеть и... В полиции составили фоторобот нападавших. Один из соседей убитого утверждает, эти люди два дня следили за Захарчуком. Свидетель столкнулся с ними накануне, возле своего офиса. Мы иду к дверям, стоят два молодых человека, идет снег. Я говорю, ребята, вы кого-то ждете? Нет, мы никого не ждем. Мы просто спрятались от снега. Вот они гуляли тут два дня, выслеживали, куда этот Серега заходит, когда приезжает, когда уезжает. Сосед убежден, это заказное убийство. Говорит, Сергей был очень дружелюбным и не вступал в конфликты. Правоохранительные органы подробности нападения пока не раскрывают, не называют и версии. Открыто производство по статье «Нанесение тяжких увечий, которые привели к смерти потерпевшего». Ирина Баглая, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. И сегодня же в центре Киева произошло ДТП. Полицейская машина, сопровождавшая президентский кортеж, сбила пенсионера. Это произошло на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Наружная камера зафиксировала, регулировщик остановил движение, чтобы машины могли проехать. И пропустил первое авто. В это время дорогу начал перебегать мужчина, и его сбил автомобиль сопровождения. Пострадавшим оказался 88-летний мужчина. Он бывший сотрудник МВД. Его экстренно отправили в больницу. У пострадавшего перелом ноги и сотрясение головного мозга. Сейчас пенсионер в реанимации. В полиции заявили, что по факту ДТП открыли уголовное производство. Будут выяснять, с какой скоростью двигался автомобиль. На ситуацию отреагировали на Банковой. Пресс-секретарь президента на своей странице сообщил, что Петр Порошенко сожалеет из-за происшествия и поручил оказать всю необходимую помощь пенсионеру. Террористы, которые 6 лет назад организовали серию взрывов в Харькове, Запорожье и Днепре, могут выйти на свободу уже этой осенью. Хотя за решеткой должны были провести 12 лет. Почему хотят отпустить преступников, расскажет Елена Миндалюк. Реву и Просвирнина освободили. Обвинение не нашло доказательств и причастности к терактам. В СИЗО остались преподаватель кафедры политологии Днепропетровского нацуниверситета Виктор Сукачев и безработный Виталий Федоряк. По версии ГПУ, помимо Днепра, они устроили взрывы в Харькове, возле поликлиники и Запорожье в супермаркете. Мужчины требовали 4,5 миллиона долларов от государства. Иначе угрожали новыми терактами. Они были не согласны с устройством политическим в стране, что они не согласны с тем, что Евровидение проводится. И вот наш протест на всех местах совершения преступления находили бумажечки, письма были составлены специальным образом, где так, либо деньги, либо новые жертвы. Расследование длилось 5 месяцев. Рассмотрение дела в суде 6 лет. На всех заседаниях подсудимые не признавали свою вину, но в феврале 2018-го изменили мнение. Они просто встали и сказали, один сначала сказал, Сукачев, Федряк сказал, что мы признаем свою вину полностью и чистосердечно раскаемся. Процесс ввелся на украинской мове. Вызнаю свою вину в полном объеме и широко каюсь. Все, вот это их слова. После такого резкого изменения показаний поползли слухи, что следствие предложило подсудимым сотрудничество. Такой институт процессуальный, как угода с обвинуваченным, закреплен новым уголовно-процессуальным кодексом. Мы рассматривали дело в рамках старого и старую ПК в принципе не предусматривал такой возможности, как заключить соглашение с обвиняемым. О раскаянии суд признал как смягчающее обстоятельство и приговорил обвиняемых к 12 годам заключения. Но уже через несколько месяцев террористы могут выйти на свободу. Сукачев и Федряк попали под действие закона Савченко, который предусматривает. Один день следственного изолятора считается за два дня тюрьмы. Но у прокуроров есть еще два дня для обжалования этого решения. Будут ли они это делать, еще не решили. Елена Мадрюк, Евгений Каднецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Оставить Геннадия Труханова мэром Одессы. Таково решение апелляционного суда Киева. Геннадия Труханова подозревают в растрате 185 миллионов гривен городского бюджета. САП просила отстранить его на два месяца. Дескать, на посту мэра Труханов может помешать объективному расследованию дела. Но судим ходатайство отклонили. С обыском к губернатору в Черновицкой области сегодня правоохранители провели масштабные обыски. Искали вещественные доказательства сразу по нескольким уголовным производствам. Что нашли? Узнавала Ольга Паламарюк. Обыски начались с утра. Никаких подробностей правоохранители не сообщают. Но вот в местных СМИ появилась информация. Следственные мероприятия проходят по всей области. В частных квартирах, гаражах, офисах. Працовники управления защитной экономики в Черновицкой области на выполнение ухвал суду и соответствующих следователей берут участь в определенных следовательных действиях. В частных обшуках на территории региона. Это комплекс заходов, связанных с необходимостью вылечить речевые доказательства в ряде криминальных проведений. Имен в полиции не называют, но журналисты выяснили главный фигурант, глава обл. администрации Александр Фищук. Имеют отношение к делу и его родные. Сам чиновник эту информацию нам подтвердил. Обшуки проходят, это правда. Проходят у моей дочки и проходят у моих шватил. Забрали, по-моему, два-три кнопочных телефона, что еще там где-то игрались и все начало закончилось. Что-то никто никак, как говорят, до этого времени еще не понес никакого покарания и судовых решений еще нет. По неофициальным данным, губернатор и его родственников связывают с крышеванием вырубки леса и контрабандой сигарет за границу. К этому якобы причастен зять чиновника Алексей Лещук. Сам губернатор все обвинения отрицает. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. СБУ провела обыск в исламском культурном центре в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов. По его словам, силовики в сопровождении прокурора ворвались в здание в 6.30 утра. В этот момент там находился только один охранник, которому запретили звонить кому-либо или вызвать понятых. При обыске изъяли около сотни книг. В прокуратуре заявили, все эти произведения пропагандируют насилие. Их отправили на экспертизу. А вот мусульмане считают, что запрещенные книги подбросили сами правоохранители. Арест без права залога. Суд избрал меру пресечения для подозреваемых в поджоге Офиса общества венгерской культуры в Ужгороде. Как прошло заседание, что рассказали задержанные, знает Марина Коваль. На скамье подсудимых 42-летний житель Кропивницкого Александр, бывший участник АТО. Он опускает голову и не общается с журналистами. В прокуратуре подозревают, именно он с двумя подельниками подожгли офис общества культуры венгеров в Ужгороде. Камеры наблюдения зафиксировали, как незадолго до инцидента подозреваемые въехали на территорию Закарпаттия и остановились в Мукачеве. Второй задержанный Владимир служил вместе с Александром в зоне АТО, ему 55. Еще вчера не хотел говорить и отказался от государственного защитника. Сегодня приехал его адвокат. Подозреваемый на суде стал уверять, что ничего о запланированном взрыве не знал. Адвокат Владимира просил, чтобы его подзащитного отпустили, мол, у него проблемы со здоровьем. Больше 5 разов был в АТО, отримал там инвалидность другой группы, не до какой криминальной ответственности, не притягался. Прокуратура выдвинула подозрения задержанным по двум статьям. Организация теракта и умышленные повреждения имущества. Им грозит 12 лет тюрьмы. У суда прокуроры просят на время следствия арестовать задержанных без права внесения залога. Суд поддерживает. Ближайшие два месяца задержанные проведут в СИЗО. Третий злоумышленник в бегах, по данным правоохранителей, именно он заказал и координировал поджог офиса Венгров. Это житель Приднестровья, с которым в Украине нет соглашения договора об экстрадиции. Поэтому его трудно будет привлечь к ответственности. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. МИД Польши обеспокоен вчерашним антипольским маршем праворадикалов во Львове. Заявление опубликовали на сайте ведомства. В Варшаве также встревожены резкой риторикой некоторых украинских полицил и требуют, чтобы официальный Киев сообщил о своей непричастности и к таким заявлениям, и ко львовской демонстрации. Напомню, накануне несколько сотен украинских националистов устроили факельное шествие в памяти о главнокомандующем УПА Романе Шухевичем. Марш прошел под лозунгом «Львов без польских панов». Мы пытались выяснить реакцию украинского МИДа, но ответа пока не получили. Напряжение между Варшавой и Вашингтоном. Польские СМИ сообщили, что США запретили двусторонние встречи с представителями Польши в Белом доме. Ссылаются на дипломатическую ноту посольства страны в Вашингтоне. Все якобы из-за спорного закона об институте национальной памяти. В него требуют внести изменения. Официальная Варшава наличие такого ультиматума отрицает и напоминает, что несколько дней назад в американской столице принимали польского замминистра иностранных дел. Почти тишина. Перемирье на Донбассе сегодня было нарушено только один раз. Боевики открыли огонь по украинским опорным пунктам в районе поселка Луганское. На других участках фронта было относительно спокойно. Чем заняты наши бойцы, когда молчит оружие? Об этом наш военкор Игорь Левенок. Нулевые позиции вооруженных сил в районе Крымского. Еще на прошлой неделе этот участок фронта на Луганском направлении был одним из самых горячих. Сейчас здесь царит тишина. Армейцы утверждают, оружие боевиков уже двое суток молчит. Перемирье. На данный час на этой делянке тихо. Минские догмовности. Мы их поддерживаем. Ворог старается, как может поддерживать. Час от часа. Впрочем, солдаты рассказывают, в такой период надо быть особенно осторожными. Затишье – это время для работы вражеских разведгрупп и диверсантов. Местность позволяет. По оврагам и лесополосам они подкрадываются незаметно. Недавно ДРГ противника подошла вплотную к позиции, но украинские солдаты незваных гостей встретили достойно. То есть один уже почти залез в окоп. Там есть передовые окопы. И им открыли огонь. По ним они начали отходить, также отстреливаясь. Отстреливаясь с калибром 5,45. Но они отошли где-то на отстанье 300 метров. Двое было вражено. Кроме этого, враг прибегает и к подлым провокациям. За этими холмами раздаются несколько взрывов. Там расположены укрепления боевиков. Наши уверены, это оккупанты стреляют по своим позициям, чтобы потом обвинить украинцев в нарушении режима тишины. Время затишья армейцы используют с пользой. Укрепляются и обустраиваются. В рекордный срок соорудили вот такую подземную баню. С 9 часов утра в 4 вечера я уже тут купался. Бойцы хотят, чтобы тишина на фронте продолжалась как можно дольше. Но лишними иллюзиями себя не тешат. С той стороны регулярно слышат гул техники. Следовательно, отводить оружие враг не собирается. Игорь Левенок, Богдан Савруцкий, Сергей Байдало. Подробности телеканал Интер. Решение о введении миротворцев на Донбассе должно быть принято еще до лета. На этом настаивают в оппозиционном блоке. Заявляют, только при участии голубых касок в зоне конфликта можно восстановить мир. Жительниц Донбасса поздравили с наступающим 8 марта. Представительницы движения «Женщины за мир» привезли на блокпосты цветы. А также товары первой необходимости для тех, кто живет в серой зоне. Многодетные семьи в Попасной и Новолуганском получили одежду, школьные принадлежности и игрушки и сладости. Подарки также передали ветеранам и детям войны. Инициатором акции выступила нардеп Наталья Королевская. По ее словам, эти товары собирали женщины со всех регионов Украины. Масса проблем с выплатой пенсии, с верификациями, с социальными пособиями. Знаю, что делая то, что в наших силах, объединяясь сегодня, возвращая людей к диалогу, действуя, и шаг за шагом возвращая мир, мы обязательно победим. Я очень благодарна всем женщинам Украины, которые откликнулись на призыв и реализовали гуманитарную миссию поддержки женщин, проживающих вдоль линии разграничения. Защитить права детей Второй мировой войны призывает лидер социалистической партии Украины Сергей Каплин. Во время встречи с участниками организации «Защита детей войны» подписали соглашение о представительстве интересов пенсионеров в парламенте. Отстаивать их будет нардеп Сергей Каплин. По его мнению, права детей войны нарушаются, а решить проблему могут только в Верховной Раде. Мы создали межфракционное объединение в Верховной Раде. Назва «Захист детей войны». Туда вошло много моих коллег. Мы подписали соглашения с многими уже организациями детей войны по всей стране. Я представляю интересы детей войны, буду представником детей войны в Верховной Раде Украины. Мы проведем перепис, створим реестра детей войны. С гемодиализа на митинг во Львове на акцию вышли люди с почечной недостаточностью. По случаю Всемирного дня почки, который отмечают сегодня, они решили напомнить о проблеме с пересадкой органов в Украине. Что мешает спасать жизни так же, как это делают в других странах, расскажет Галина Якушко. Отделение гемодиализа Львовской областной больницы. Здесь всегда многолюдно. Отделение работает круглосуточно. Каждые 4 часа меняются больные. Без гемодиализа им не выжить. Людмиле 50. Последние 7 лет она ходит на гемодиализ. Процедура очистки крови проходит через день. У женщины почечная недостаточность. Донора, который согласился бы отдать свою почку, нет. Если вы пересадку сделаете, то нужно иметь донора. Закон поменять, чтобы можно было даже трупную нирку. У нас это неизвестно. У всех странах идет трансплантация. Только у нас, в Украине, этого нет. И наши крови до конца своего жизни должны быть причемлены к аппаратам, штучной энергией для того, чтобы теперь будут из своей жизни. Доноров нет и у этих людей, собравшихся возле больницы. Все они годами ходят на гемодиализ и мечтают о пересадке почки. По украинскому законодательству больной может получить почку только от ближайшего родственника. Матери, отца, сестры, брата или ребенка. Но органы родных не всегда подходят. Если бы действительно у нас в Украине сделали пересадку, мы бы имели выбор. Если бы люди шли на пересадку, те, что они имеют повышенные эффекты, они бы себе ходили на гемодиализм. Паня Супрун, наш министр, я паню Супруну поважаю. Но она вот как пришла, она обещала что-то сделать. Но посмотрите, пока что ничего не изменилось. Решением проблемы могла бы стать пересадка органов, смертельно травмированных людей во время автокатастроф или чрезвычайных происшествий. Но пока это невозможно. Не существует реестра лиц, которые готовы завещать свои органы. Кроме изменений в законодательстве, создания реестра потенциальных доноров и его засекречивания, нужно еще провести разъяснительную кампанию среди украинцев, объяснить, как донорский орган может спасти жизнь другого человека, говорят медики. Больные же планируют подобные митинги и в других городах Украины. В Киеве, Харькове и Черкассах, чтобы об их проблеме узнали как можно больше украинцев. Галина Якушкина, Юрий Галубинка, подробности телеканал Интерлевов. Минздрав снова отстранил Екатерину Амосову от должности ректора медуниверситета имени Богомольца. Ранее такое же решение приостановил административный суд столицы. Речь идет о скандале между Минздравом и ВУЗом из-за экзамена крок стоматологии. Екатерина Амосова считает, что министерство сводит с ней счеты, поскольку она отказывалась платить центру тестирования при Минздраве за этот экзамен по закрытой процедуре. Очередная катастрофа российского самолета в Сирии. Разбился транспортный Ан-26 с пассажирами на борту. 39 человек погибли. О подробностях происшествия Сергея Услендер. Пока подробностей происшествия крайне мало. Известно, что транспортный самолет Ан-26 российского министерства обороны заходил на посадку на авиабазу Хмеймим. Машина рухнула, не дотянув всего полкилометра до посадочной полосы. По предварительным сообщениям военного ведомства, самолет не подвергался огневому воздействию, то есть не был сбит. Это не первая потеря, не первая подобная потеря российских ВВС за время Сирийской войны. Я напомню, что в конце 2016 года возле Сочи разбился Ту-154, тоже министерство обороны, который летел в Сирию. Тогда погибли 92 человека. Тем временем в самой Сирии продолжаются активные боевые действия. И по докладам правозащитных организаций за последнее время существенно увеличились потери среди мирного населения. Первые два месяца этого года были особенно кровавыми. Мы получили сообщение о более чем тысяче детей, которые были убиты и серьезно ранены во всей Сирии только с начала года. Основные трагические события сейчас происходят в Восточной Гути. Это район в центре Сирии, часть из которого контролировала вооруженная оппозиция. Там была создана зона деэскалации, но перемирия не соблюдалось ни одного дня. В последнее время, в последние месяцы там разгорелись ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Обе стороны активно используют тяжелое оружие. Армия Асада применяет авиацию. В налетах участвуют и российские самолеты. В последнее время сирийские части усилили атаки на позиции повстанцев, потому что высвободились войска, задействованные в наступлении в провинции Идли. По оценкам ООН, потери только за последние три недели, потери среди мирного населения, около 700 убитых и около 2000 раненых. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Покушение на жизнь двойного агента в Великобритании. Бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию с признаками стильного отравления. Обстоятельства случившегося загадочные. Им стало плохо прямо на улице, средь бела дня. Какие версии полиции, что могло стать причиной покушения в материале нашего британского спецкора Светланы Чернецкой? Уже вторые сутки врачи борются за жизнь 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. В реанимацию их забрали из этого парка. Люди увидели мужчину и женщину без сознания на одной из скамеек. Издали казалось, что они пьяны или находятся под воздействием сильных наркотиков. Их состояние ухудшалось прямо на глазах у прохожих. Создавалось впечатление, что женщина мертва. Ее глаза были широко открыты и полностью белые. А дальше и мужчина застыл. Он тоже побледнел и у него началась рвота. Скамейку, где нашли бывшего офицера Гру с дочерью, тут же накрыли палаткой. Парки, соседние улицы тщательно продезинфицировали. Специалисты химзащиты также работали возле больницы, где находятся пострадавшие. Для перестраховки полиция оградила ресторан, куда наведывался скрипаль с дочерью и соседний паб. Нескольких сотрудников служб экстренной помощи тоже отправили в больницу с симптомами отравления. Большинство уже выписали домой. Пока полиция не спешит с выводами. Мы призываем людей не спекулировать версиями и пока не называем это контртеррористическим инцидентом. Мы рассматриваем все возможные версии и продолжаем расследовать и анализировать эту ситуацию. Сначала расследованием занималась местная полиция, но несколько часов назад дело взял под контроль отдел по борьбе с терроризмом. Криминологи проводят токсикологический анализ, пытаются понять, чем отравили пострадавших. Среди версий фентанил, это опиоидный анальгетик, применяется в анестезиологии. Пресса сразу же провела параллели с убийством бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Его отравили радиоактивным полонием. Хотя было бы неправильно делать поспешные выводы, но я могу заверить вас, если появятся доказательства, которые укажут на ответственность другого государства, то правительство Ее Величество будет действовать должным образом. Это не останется без наказания. В Кремле отвергают обвинения в причастности к отравлению, даже обещают помочь с расследованием. Сергей Скрипаль работал в главном управлении российской военной разведки. В 2006-м его судили за госизмену, обвинили в работе на британские спецслужбы. Скрипаль отвечал за подбор кадров, поэтому мог быть очень полезным для Ми-6. Мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру, в том числе в Западной Европе. В 2010-м экс-полковника помиловали и обменяли на российских агентов, задержанных в США. С тех пор бывший спецагент поселился в небольшом тихом городке Солсбери в Англии. Жил на государственную пенсию. Постоянной работы у него не было. Время от времени наведывался в военные академии, читал лекции о ГРУ. Также подрабатывал консультантом. И в отличие от Александра Литвиненко, ничем не выделялся. Не критиковал российский режим, не контактировал с прессой. Воспоминания о прошлом держал при себе. Мотивы покушения полиции еще предстоит определить. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Если же выяснится, что за отравлением бывшего шпиона стоит Москва, Великобритания будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил министр иностранных дел Борис Джонсон и предупредил о возможных новых санкциях против Москвы. В Кабмине сегодня обсуждали ситуацию на рынке удобрений в Украине. Еще на прошлой неделе ряд нардепов обратились к премьеру с требованием немедленно разобраться с поставками на наш рынок аммиачной селитры и карбамида из России. Удобрения, которые, несмотря на пошлины, продолжают ввозить в Украину. Этот вопрос уже поднимали на заседании правительственной комиссии в прошлую пятницу. Депутаты требуют ужесточить санкции против российских производителей, в частности, компании Еврахим, которые, по их данным, поставляют продукцию и на оккупированные территории, а также ввести полное эмбарго на импорт российского карбамида и аммиачной селитры. Иначе грозятся сами блокировать поставки. Мы просим Кабмин максимально быстро провести заседание этой комиссии, настолько мы понимаем, что оттяжка этого решения приведет к тому, что эту посевную компанию мы будем, и аграрии будут досювать, если не исключительно, то с превращающей количеством добрых из России. В прошлом году, как известно, мы подняли как страна мито на их товары, но они начали играть с кодами. Я уже не говорю про прямую контрабанду, которая потребляет на территории нашей страны, таким образом демпингируя наши внутренние рынки и наших производителей. Мы не полягаем на 100% эмбарго на российских товарах, которые входят в Украину. Если ближе к кабинету министров не будет введено эмбарго на поставку, мы оставим свое право, и мы это сделаем физично, заблокируем ввезение контрабанды в промышленном масштабе из Российской Федерации минеральных добрых, а потом уже будем так же с всеми рухать весь список всех этих проблем, и вырешения на законодательном уровне, и на уровне силовых структур, которые должны обеспечить неможливость контрабанды из Российской Федерации. Максимум на наступный тюждень, максимум. Титушки против жителей элитного микрорайона. В Одессе коттеджный поселок восстал против обслуживающей компании, которая повысила тарифы на коммунальные услуги. Но в итоге вынужден драться с парнями спортивной наружности. Все подробности скандала у Андрея Анастасова. Поселок Савиньон под Одессой. 6 тысяч элитных коттеджей. Это несколько кооперативов. Обслуживает их управляющая компания Комунсервис. К ней у домовладельцев главные претензии. Сначала в два раза увеличились ежемесячные взносы за уборку территорий. Потом в два с половиной раза подорожала вода. До 25 гривен за кубометр. Жители считают необоснованно. Вот у меня есть ответ инфоксводоканала. Здесь написано, что воду Комунсервис получает по 5 гривен 40 копеек. А нам ее навязывают по 25. Как вы считаете, это нормально? Но настоящий шок люди пережили, когда узнали. Труба, по которой подается вода, и на которую в свое время сбрасывали с деньгами, им уже не принадлежит новый собственник. Все тот же Комунсервис. К этому якобы приложил руку председатель кооператива. Он подделал документы, которые ему позволили это сделать. И теперь мы оказались, как будто у нас нет коммуникаций. И мы теперь должны ходить просить эту воду, которую нам провели за наши же деньги. Люди говорят, поскольку местные власти бездействовали, решили сами проверить, куда уходят их деньги. Чтобы получить доступ к документам, понадобилось переизбрать правление кооперативов. Ведь они, по словам жителей, в сговоре с управляющей компанией. Люди решили управлять своими кооперативами сами. Выбирать адекватных людей в правление, в председатели и вести собственную хозяйственную деятельность. А вот ответ на это стали тетушки. Тетушки появились во время проведения общего собрания кооператива «Совиньон-2». Встречу для переизбрания руководства люди организовали прямо в доме одного из жильцов. Парни из спортивной наружности никого не пускали в здание и никого не выпускали. Возникла потасовка. Переизбрать правление все же удалось. Ударили нашего юриста, потом женщину. Я не ожидал вообще такого. Такого я в жизни не видел. За комментарием мы обратились в коммунсервис. В частности, к главному соучредителю компании Александру Сачкову. Хотели узнать, почему так растут тарифы, но времени для интервью он не нашел. Занят, совещание не готов. Зато в интернете охотно рассказывает, как важна роль его предприятия. На такой территории, которая занимает более 500 гектаров, извините, везде должен быть хозяин или управляющая компания, которая должна устанавливать какие-то понятные правила. Жители кооперативов, между тем, сообщают о поступающих угрозах и требуют, чтобы правоохранители вмешались в ситуацию, иначе грозят перекрывать междугородние трассы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Что делать, если за ночь в споле исчез урожай? Куда обращаться, если предприятия без ведома владельца переоформили на другого человека? И в целом, как помочь стране победить рейдеров? Сегодня эти вопросы обсуждала аграрная партия вместе с пострадавшими и правозащитниками. Подробности в материале. Рейдерство по-украински. Пришел, увидел, понравилось, забрал. Уже не первый год в стране просто процветает подобный вид приобретения бизнеса. Буквально за несколько дней без ведома владельцев предприятия могут переоформить на бомжа. Он говорит, я просто дам паспортные данные, а что они делали, я не знаю. Я вам скажу, что даже до судового заседания его не привезли. Почему рейдеры за два дни переоформили предприятие за два дни, а мы уже за 10 месяцев законным шляхом не можем решить это вопрос? За годы практики, говорят правозащитники, рейдеры весьма пополнили свой юридический арсенал. И документы умеют подделать, и фальшивую задолженность создать, и, конечно, знают, кому и где позолотить ручку. Последние антирейдерские изменения в законодательстве результатов не дают. Правоохранители помогают мало. И если аграриям удается спасти свой урожай, то только благодаря своим же коллегам. Рейдер хотел захопить, скосить урожай. Просто невеликое поле, невеликая территория, но это было все, что было у этого агрария. Он засеял это поле, и рейдеры хотели скосить урожай. Забрали всех аграрий в район, аграрии дали свои комбайны, и буквально за полдня урожай был скошенный и передан власник. Только в прошлом году больше 700 фермерских хозяйств испытали на себе и рейдерские атаки. Защищаться аграрием помогает общественная организация «Аграрная самооборона». Даже если мы изменим законодательство, все равно мошенники найдут какие-то пути. Поэтому нам надо объединяться, быть такой силой, которая даст отпор. Объединившись вместе не только фермерам, вместе с местными жителями, мы сможем сами себя защитить. А так, конечно, нам надо менять законы, менять власть, и тогда, я думаю, мы остановим рейдерство на Украине. Рейдерство становится угрозой нацбезопасности, считают в Аграрной партии Украины. По этому поводу они собрали круглый стол и вместе с пострадавшими и правозащитниками обсуждали, как решить проблемы с незаконными захватами. Великая небезпека, внутренняя небезпека нашей страны через массовое рейдерство, которое задает сегодня непоправную шкоду экономики нашей страны. Наше задание всего типа – рейдерские атаки держать в публичном среде. Поэтому решили сегодня принять несколько необходимых действий, вернуться к руководству нашей страны и с журналистским средством сделать максимальное высветление рейдерских атак, которые есть в нашей стране. Поддержка прессы в таких делах очень важна, говорят медийщики. Иногда, благодаря только присутствию камеры и микрофона, удавалось избежать захватов. Медийный компонент, выяснение публично этих проблем, оно очень влияет на подкрепление юридической позиции. Давайте как-то створим координационный орган, можем створить горячую линию, такую вот, именно для агрария. Если где-то происходит такое свавилье, чтобы можно было эту всю информацию каким-то образом аккумулировать и соответствующим образом реагировать. Участники мероприятия приняли резолюцию. 17 шагов, которые позволят ликвидировать рейдерство в Украине. Мы работали низкой заходов. У нас есть 17 пунктов, 17 кроков, которые необходимо вжить. Среди них это, в первую очередь, усунуть прогалины в земельном и цивильном законодательстве, которые делают это рейдерство вообще возможным. Другая, это строить и законодательство закрепить механизмы гарантования защиты прав сельскохозяйственных предприятий, товаровырубников на майно, землю и урожай, которые они втрачают на сегодняшний день. А также важливым в этом вопросе объединение реестров. В партии говорят, уже в ближайшее время будут просить у Верховной Рады провести парламентские слушания. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Культурный долгострой. В Харькове уже который год пытаются восстановить уникальное старинное здание областной филармонии. Работы начались еще в 2005-м, шли медленно из-за нехватки денег, не раз останавливались. Но теперь их возобновили. Сейчас строители приступили к ремонту большого зала. Как он будет выглядеть, знает Светлана Шекера. Харьковская филармония в строительных листах. После долгого перерыва здесь опять кипит работа. Восстанавливают большой зал. Старый большой зал, где бывал Петр Ильич Чайковский, где были Шапел, Шаляпин, танцевала Плесецкая, дирижировал Хачатурян. Где было показано первое кино в городе и на Украине. Откуда пошел первый радиосигнал в стране. Интерьер большого зала воссоздают в первозданном виде. Гостевые ложи, лепнина на стенах. Все как в 19 веке. Это все абсолютно новые изделия из гипса, восстановленные по фотографиям, по образцам, по обмерам. Да, это будет точная копия. Строители кропотливо крепят вензеля. Мусор попадается, его надо убрать. Доводим до нуля, как называется. В восстановленном зале филармонии установят поднимающуюся трехуровневую оркестровую яму. А благодаря специальной ракушке обещают идеальную акустику. Выступающих на сцене будет слышно и без микрофона. Не так, как в других театральных залах, если и там, где есть кулисы, использовать нужно микрофоны. У нас этого не будет благодаря именно этой ракушке. Как идут работы, сегодня увидела глава Харьковской облгосадминистрации. Юлия Светлечная уверена, восстановить этот памятник архитектуры успеют к 2019-му. В филармонии уже решили, во время первого концерта в новом зале будет звать обучать увертюра к опере Николая Лысенко «Тарас Бульба». Произведение, которое впервые исполнили именно здесь. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин